Сейчас же у тебя родители на работе. Да? Да, как наступит. А ты вообще самая лучшая девушка. У каждого человечка есть некая загадочка. Такая загадочка у него. Ты вот, твои дела, он умеет в это заканчиваться, поэтому тебе будет некуда бить. Ну, быстрее, он растет, растет, растет. Подожди, куда ты? Сказала я, не буду. А как это не будешь? Тем более я этого не люблю. Мне кажется, ты любишь. Ты любишь? Ты синий? Нет. Ты что делаешь? А, набери, набери. Да кто это спрашивает? Я не знаю. Иди, да, Ротя. Смотри, как он сейчас поведет. Да откуда ты взялся? Ну ты как раз? Я не знаю. Он сейчас не знает. Так, стой. Да, стой. Куда ты прошу? Я не знаю. Всем привет. И с вами как всегда я, Макс Ротета. Прошу прощения, что снова отсутствовало такое большое количество времени, хоть и говорил, что такое больше не повторится. А дека, признаюсь вам честно, какая-то долгая и жирная черная полоса просто не уходит из моей жизни. В моменте я думаю, что вот все образумилось. Что стало хорошо, лучше, и тут одно, второе, третье. И вот я немножко вот в этой рутине погряз. Но буквально менее чем через месяц на этом канале стартуют новые форматы и контент, к которому я готовился очень долго. Я в него вложил всего себя. Я считаю, это лучшие ролики, которые когда-либо были на канале. Менее чем через месяц они будут. А сегодня мы стартуем. Я надеюсь, что каждую неделю будут выходить новые ролики. Сегодня же это формат, ей же всего 15. В этом ролике мы наконец-то задействовали маму девочки по вашим многочисленным просьбам, которые вы писали в комментариях. Так что все вам напоминаю, что в первый час после выпадки этого ролика я лайкаю и отвечаю на все ваши комментарии. Так что прямо сейчас напиши что угодно в комментариях, я на это лайкну и отвечу. И не забывайте про лайки, про подписки на канал, потому что роликов не было давно. А для алгоритмов ютуба очень важно, чтобы вы поддержали ролик, чтобы он понял, что его нужно и стоит бустить. А пока возвращаемся к новому ролику. А для этого ролика мы сняли огроменную квартиру. Во-первых, смотрите, это комната номер один. Мало того, здесь есть гардероб. Но мы не будем здесь пряжаться, потому что у нас есть здесь вторая комната, которая намного больше. Здесь есть гардероб также. Также здесь имеется санузел. То есть в моменте, если парень будет рыскать по комнатам, мы бам переместились и он нас не увидел. И что самое главное, это конечно же вот этот вот огроменный холл. То есть в действительности у нас есть много возможностей, где можно поставить камеру. Вот здесь за батареей, вот там на кондиционер и так далее. Я очень переживаю на самом деле за Риту, но у нас есть уверенность в том, что парень нас не увидит. А соответственно, он не поймет, что же здесь происходит. В общем, будет очень интересно на исходное. И так же, ребят, сегодня будет довольно-таки необычный ролик, потому что многие в комментариях меня просили. Макса, ты можешь сделать так, что в конце видео заходит ее мать? То есть как он будет реагировать на нее? Что он будет говорить ей, когда он понимает, что она вот здесь и она что-то может сделать? В общем, в этом ролике нам помогает Инна Васильевна. Инна Васильевна, здравствуйте. Сегодня у вас будет роль играть, собственно, нашу маму Риты. Вот расскажите вообще, какое у вас отношение к таким парням? Вы, наверное, смотрели мои предыдущие ролики. Вот расскажите, что вы чувствуете по поводу этого? Да, ребят, у вас замечательный проект, конечно, который помогает многим людям понять, как себя вести в той или иной ситуации. И, естественно, каждый родитель, каждая мама, каждый отец за своего ребенка сделает все, что угодно, чтобы ему было хорошо. Не дай бог, на него там кто-то будет посягать. Сегодняшняя моя роль очень такая злободневная на самом деле и очень важная, потому что вот таких парней, как сегодняшний герой, я думаю, что немало, к сожалению. Это зависит от их воспитания в семье, это зависит от улицы и от очень многих факторов. Но их нужно пресекать однозначно, потому что... Ну, собственно, вы сможете вот так вот сейчас залететь, потом, ах ты, вот как, собственно, по красоте все это сделать? Ну, слушайте, я же мама, ну, конечно же, смогу. Тем более, дочка у меня 15-летняя, поэтому она несовершеннолетняя. Ну, опять же, Рита, подойди сюда. Да. Рита, это, ну, понятно, когда не ваша дочь, а сейчас пароль у нас будет так. Мне кажется, что даже вы немножко похожи, ну, где-то, где-то там, да, вот. В общем, ребята, будет очень интересно. Какая реакция будет у него, напишите в комментариях. А сейчас он буквально через минут 10 уже будет звучать к нам в квартиру. Так, смотри, мы проставляли камерское видеонаблюдение. Парень сказал, что он в течение 5 минут придет. Я очень переживаю, потому что мне очень интересно, как он отреагирует на мать. Будет ли он как-то выделываться, не будет. В общем, будет очень интересно, мы будем там, не мы тебя не днем во виду точно. Если что, конечно, мы выберем и раньше, мы не будем там, знаешь, ждать, чтобы, мать, надо ждать и так далее. В общем, давай 5. Фух. А мы пока будем придаться в этой комнате совместно с ребятами. В этом ролике нам помогает Руслан. Привет. И Юра. В общем, мы будем с ребятами нападать со всем происходящим. Если будет какая-то опасность, если он будет каким-то неадекватным, что мы будем делать, ребята? Во мнении. Правильно. В общем, парень, по фотографиям у него высокого роста, не такой большой, огромный. Я надеюсь, что мы с ним справимся. Главное, чтобы он не дал в обиду нашу Риг. А там будет самое интересное. Ждем его. Так, ребят, а пока мы ждем мужика, который должен прийти к нашей девушке сегодня в гости, есть время чуть разгрузиться. Тем более, что Руся буквально неделю назад подсадил меня на крутейшую игру Hustle Online. Это полноценный симулятор реальной жизни. Игра бесплатная, да еще и с открытым миром от третьего лица. Есть версия как для телефона Hustle Online, так и на компьютер Radmir RP. Но так как сейчас на съемку нет возможности притащить компьютер и поставить его вот здесь, но поиграть хочется, в телефоне это можно сделать с не меньшим удовольствием. Запустить игру можно, скачав приложение Hustle Online. Доступно на любое мобильное устройство. В ней ты можешь стать кем угодно, открыть свой собственный бизнес и создать бандитскую группировку или пойти в МВД и следить за порядком, сажая преступников за решетку. В игре Radmir Online вы можете выбрать свой собственный путь. Игра представляет собой ролевой экшен и позволяет вам дать волю своей фантазии. Интересно, что выберешь ты, примкнуть чьей-то банде или создать собственную группировку? В игре можно делать все, что и в реальной жизни. Покупать дома, машины, завоевывать авторитет и менять жизнь жителей города, так как вы этого захотите. Кстати, как вам моя тачка? Еще тут можно общаться и в голосовом чате, что я очень люблю делать. Братки приехали на разборку, да, я так понимаю? Да, да это не наш. Ребят, поворался на какое-то СТО, здесь куча машин, куча людей, друг с другом все взаимодействуют, разговаривают, слушают музыку. И что самое крутое на этом севере, куда ты не ворвешься, везде есть реальные люди. Ну и всем тем, кто перейдет по ссылке в описании, мы дарим невероятный бонус. Просто вводите мой промокод RUDADA при заходе на 11 сервер, где играю лично я, и вы получите 70 тысяч рублей игровой валюты. Ссылка на скачивание находится в описании ролика. Регистрируйся и давай играть вместе. Я думаю, когда он постучит в дверь, мы с ребятами с этой комнаты будем перевозироваться вот сюда, потому что мало ли, вдруг он вон стоит в дверь, посмотрит за глянет, чтобы ему было комфортнее, да? Квартиру он посмотрел, в квартире никого нет, все, я могу сидеть здесь, я могу себя бульгариной вести, а так он будет, знаете, смущаться, а вдруг там кто-то есть, он сейчас сразу посмотрит, тут никого нет, а мы будем в штат. Привет. Деньги, приветики. Лазок посмотрела, кто там в тюз? Ну так я знаю, что это ты. Держи, это тебе. Давай сначала это. Спасибо. А затем закончим наш, чтобы вечером вот здесь. А, смотрите, он с винишком пришел, с конфетками пришел, и не с пустыми руками. Анатолий, парень. Ну мне же нельзя еще. Что тебе это сказал? Возраст. Мне пятнадцать, как бы. Это обычно, которое ничего не обязует человеку, это даже надо понимать. Так, что куда-нибудь отвлекаться? Ты не против? Давай я брошу на кровать, не против? Да. Что я спрашиваю? Что я спрашиваю? Что, плати куда-то? Не стесняйся, все нормально. Надо еще раздеваться. Да, ты посылки, посылки, я довольна. Да? А если так, где достанешь? Постой, пожалуйста. Что, давай спокойствие, ты раздеваешься. Ага. Вы суда мне ходить мыться. Тут раздеваться. О, у тебя тут еще место есть. А, ты что? Так. Интересно. Это же не вроде, да, что я смотрю, как хозяйничаю? Да нет, все нормально. Да, наверное, хозяйничаю тут, ты умник такой. Что, давай расслабься, садись. Да, давай, может, пообщаемся. Да, а мы, может, общаемся? Павла, мы сейчас реально находимся прямо вот за ними. То есть, вновь лицо у вас здесь. Как доехал? Честно, то, что ты живешь в центре, это вообще супер. Родители, да, так решили такой выбор сделать, потому что им близко до работы, поэтому вот. А сейчас же у тебя родители на работе? Ну да, кстати. Вот их вызвали, и я, получается, пришла, думаю, со школы. Не хотелось делать уроки, но думаю, родители, нет, позову тебя, пообщаемся поближе, познакомимся. Самое интересное, он еще не догадывается, что буквально совсем скоро постучит ее мать в дверь. Что же он будет делать? Это прям вот реально очень интересно по спектрному реакцию. Кстати, я не помню, говорил ты мне или нет, сколько тебе лет, потому что я вот забылась, если честно. Чуть-чуть побольше, чем тебе. Сколько? Мне? Да. Только ближе, я скажу. А так не можешь сказать? Не, не хочу. Садись поближе. А так не можешь сказать? Не хочу. А я тебя не слышу, я тебя плохо слышу, подойди сюда поближе. Я могу говорить громче. Да? Так я ж не слышу все равно. Ну давай ближе сюда. Да я не хочу. Не метрика, ну. Ну ты, ну. Что? Ты можешь просто сказать? Ну хорошо, 22. Угу. Это не про возраст. Он писал, что она 24 года. Да я шучу, о боже. Он сам посидел, но не сказать, что он прям какой-то огромный девочке домой. Вот на что можно рассчитывать? Вот реально. И с какой целью ты приходишь? Ну объективно. Вот вы подумайте. Да у меня просто, я не привыкла к такому. Ну привыкай. Тебе еще за жизнь перенесли. Да. Ну, просто, ну, мне еще годиков мало, скажем так. Я еще так тесно, скажем так, с парнями не общалась, вот. Забывай впервые, ты ж понимаешь. Ну. Ладошки вспотели. Да не переживай. Я начал ближе сам тебя подсаживать. Это… Не перестань, ты, Господи, дела видишь. Он имеет свойство заканчиваться, поэтому тебе будет некуда двигаться все равно. Я могу и встать, как бы. Да я вместе с тобой встану. Я выше тебя. Дастану для тебя. Ладно, ну, все-таки как доехал, может, расскажи. Из всех девушек, у которых я был, добираться к тебе было легче всего. Это прям вообще шикарно. А ты у многих девушек был в гостях? Да. Ага. Так. И многим из них по 15. Ольга все равно волнует. Момент волновения, мантраш такой, знаете, потому что у меня очень большая честь у нас перед Ритой. И как-то вот в моменте, когда я спрошу, что он ее гладит, вот тут у него рука проходит, да, сквозь ее тело. Ну, бывает, да. Ну, ты сам из этих 15 лет. Самая саденькая. До 100%. Неплохо. Давай я тебе хоть ручку посаду. Как джентльмен. Спасибо. Что ты вижу так стесняешься? Надо ли тебе как-то вот располагать? Как это, как нам говорится, располагай к себе надо, да? Ну… Ну… Ну, я же пытаюсь располагать к себе? Ну, наверное, я не знаю пока. А диван-то заканчивается? А диван-то заканчивается? Что? Какий фильм любишь смотреть? Да, Гарри Поттер самый любимый. Какая часть? Первая, естественно. А вторая, третья, как тебе? Еще шестая. А как тебе? Потому что там больше раскрывается личность дракомалфы. Ого. Тебе нравится? У меня вот даже бриотчик с ним есть. Даже так? Да. А как тебе его палочка волшебная? Ну… Ну, хоть ножкой посмотри. Да… Ну, такой, ну, так вот сделай, разбейте ножку одевать. Да я не хочу. Так, перестань. Мне так удобно. А мне неудобно. Я себя чувствую каким-то неполноценным. Ну, смотри, просто у него постоянно от однако растет, растет, растет. Он очень активный парень. Я всегда привык, честно, что меня не отказывают девушки. Ээээ… Ну, значит, я буду первой. Нет, я не хочу, чтобы сегодня это была первая. Вот ветеран наш, как бы, да, свидание переходит в контрольную выступление. Иди ко мне, пообщайся. Ну, я и так достаточно близко. Можешь ли покатиться ко мне? Да я… Нет, отпусти меня. Я и так хорошо сижу. Ты что, не хочешь обо мне позаботиться? Ты со всеми пятилетними так делаешь? Да никто не отказывает. Ну, я за них рада, но я… Ну, я человек очень скучный. Ну, я за тебя тоже очень рада, но я… Может, ты хочешь руку куда положить? Нет, не хочу. Ну, ты подумай хорошей. Какую у тебя выберем правую или… Какую тебе удобнее. Ну, давай все-таки как-то пообщаемся, притормозим. Ну, я не знаю. Ну, ты прям так… Ну, ты со всеми так реально делаешь? Ну, ты слишком красивая. Так, стоять! Хорошо, пойдем по-другому. Тихо. То есть, не согласишь, что я с собой принесу вино? Великолепное вино. Угу. Это мне дядя пристал. Может, ты попробуй? Давай… Еще есть сладость. Смотри, конфета какая. Сначала съем ее, а затем твою сладость. Дальше еще. Подожди, куда ты? Что? Ты куда? Вино 3. Давай… Ну, раз ты так хочешь выпить, то я сама, может, тебе принесу, но я не буду. Ладно? Он купил алкоголь для нес… Это вообще охренеть. И мало того, он сейчас ее будет спивать и еще и… Попытаться. Попытаться. Ну, пытаться, конечно. Может, все не дадим. Естественно, Рита пить не будет, потому что я хотел ей четкую установку. Что бы он не принес – не пей. Мы скоро узнаем, да? Так, давай присядем, ладно? Какой у нас он? Мать, да. Ой, чтоб я тут не разляпал, давай. И откроем винишко. А ты пока можешь рассказать? О чем? У тебя какие-либо встречи с парнем? Да нет. Я же тебе говорила и писала даже, что у меня нет опыта никакого в этом. И потому что мне пока только 15, и я не думаю, что это лучший возраст начинать что-то такое делать. Ты же понимаешь, что этот опыт надо будет нарабатывать? В любом случае. Ну, когда-то – да, но не сейчас. Зачем ждать? Ну, просто мне так комфортно. А ты думала о других? Ну… Может, ты его соблазняешь своим видом, ты понимаешь? И ты должна… Каким видом? Ну, очень привлекательно. Он хочет ее строить. Он хочет ее сделать… Ну, он хочет ее расположить себе в первую очередь, да. Словесно не получилось, получится с алкоголем, Оля. Молодым, красивым. Эээ… Ну… Это твои проблемы, как бы, потому что я… Это не проблема, это физиология, понимаешь? Ты должна понимать это. Ты не хочешь этого понимать? Ты не хочешь войти в мое положение? Ну, почему я должна это понимать и входить в твое положение? Ну… Я, как бы, пригласила тебя пообщаться вообще изначально. Как общение идет? Ну… Пока… Не знаю. Ты любишь тактильность? Любишь тактильность. И, конечно, пятнадцатилетняя девочка только о тактильности и думает. Как тебе по шириням, посмотри? Что именно? Просто, как тебе ширина вот такая, может, чуть-чуть больше? Ш… Ну… Ну, скоро узнаешь. Держи. Сейчас возьму. А, бокальчик. Только один бокал? Да… Я же сказала, я не буду. А как это ты не будешь? Ну… Так нельзя, ты понимаешь? Почему? Это против правил ты играешь. Каких правил? А если ты будешь играть против правил, я буду вынужден тебя наказать за это. Ты понимаешь? Эээ… За что? Какие правила вообще? Ты о чем? Я же сказала, что не буду. Я не могу уже ждать. Я не могу уже ждать. Ну… Чего… Чего ждать? Чего-то ждешь? Маршрутку, я не знаю, автобус, электричку? Я не знаю. Почему ты ломаешься? Эээ… Мне это не нравится. Что значит? Ломаюсь, во-первых. Может, это ли вы жили Василы брали? Нет. Тем более я этого не люблю. А мне кажется, ты любишь. Нет. Ты умеешь? Ты все? Нет. Нет. Да нет, я… Нет. В смысле? Ты что делаешь? Ты можешь сейчас и не василы нажать, а вот немножечко взять телефончик, быть на готовности, да, в тележку и звонить? Давай. Да, набери ей, набери ей, наберу. Да я не хочу. Нет. Да иди сюда. Да нет, я не хочу. Да иди сюда, а тебя уже… Нет. Перестань сейчас же. Перестань. Нет. Отпусти меня. Отпусти. Да, ребят. Увы, но по правилам ютуба я не могу вам показать полностью весь этот фрагмент без цензуры, потому что нас просто забанят, но полностью весь этот ролик от начала до конца с его лицом будет доступен на Бусти. Ссылочка в описании, ведь именно там выходят все ролики без цензуры, а когда вы смотрите на ролик там, где видно его лицо, то есть видно его мимику, его действия, он совершенно по-другому смотрится. Также там выходят ролики абсолютно все без цензуры, и это очень хорошая поддержка нашего канала. Ссылка на него будет в описании. А у кого нет возможности подписаться на Бусти, в моем телеграм-канале будет небольшой отрезок с его лицом и с его приставанием к нашей девочке. И там, кстати, сейчас в данный момент происходит розыгрыш на деньги. Так что подписывайтесь на мой телеграм-канал и на Бусти. Это хорошая поддержка для канала. А пока давайте посмотрим, что же он делал. И сейчас же, твари ты мне. Лучше. И сюда. И сюда. Перестань. Боже мой, сколько ты тут наворотила движение. Всего лишь хотел тебя приподнять. Нет. Всего лишь хотел тебя приподнять. Нет. Не хочу. Нет. Не хочу. Нет. Уходи сейчас же. Это кто? Это кто? Я не знаю. Я не знаю. Это кто это спрашивает? Нет. Рита. Дотя. Ты дома? Мам. Это ты? Мам. Как ты дома? Моевашечка. А ты там подписалась. Мама. Ай. 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 Я позвала мальча пообщаться. Он хотел меня не с**ть только что. Ты е**ть подойди к кому-то. Ну смотря как он сейчас поведет. Он уже глянь такой дерзкий стал. Ты откуда здесь взялся? Кто ты такой вообще? Я это пальцем не трогал. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Я тебя посажу. Я сейчас в полицию вызову. Я говорила, что я пятно. Я говорила. Пальцем не трогал. А я не знаю. Я дочке своей больше верю. Говно какое-то. Ты посмотри. Да. Он что-то не толкнул. Прикинь. Он сейчас две женщины как-то толкнет и все. Сколько тебе бьет? Зачем ты своей матери бьет? Как это она бьет? Посмотри на с**ть. С**ть. Смотри вон охеревший. Типа это вон. Всех ранее кроме него. Все у меня из**ть. Ты меня слышишь? С**ть. 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 Я сейчас не знаю, что ты делаешь. Я сейчас в полицию. Я не знаю. Я сейчас в полицию. Я сейчас в полицию. Позвоню в полицию. Иди для канала. Я тоже буду позвонить людям. Чтобы это цирк не устраивает. Он не надо. Он мне показывает. Он за цирк не устраивает. Зачем ты? Что ты это еще делаешь? Зачем ты это? Посмотри, что ты делаешь. А теперь я верю из моей дочери. Вы скажете... Пожалуйста, сядь! Я не знаешь. Пожалуйста, сядь! Я не знаю. Я сейчас ты не знаешь что делать. Сейчас сказала. Сейчас я соберу полицию. Позвоните, коночку. Я не хочу поднимать на нас руки, но я просто ухожу. Скажи своей матери что-то за бред. Почему ты за нами? Скажи мне надо. Что ты стоишь? Хиба ц** associates. К***ь девочки, вообще. Пальцем в руку. Я не могу. Хоть это с**ть. Я сейчас покажу синяки, ты мне синяки оставил. Покажи хоть один синяк, потому что мне тут рассказывают. Бат, видал? Видал, синяк оставил. Да она ударила, что в трубочку. Мне интересно, он будет отмазываться. Я буду ли он сейчас отмазываться? Он отмазываться, смотри. Я вообще никого не трогал, блядь. Она мне снова не раздала. Я пришел сюда, сделать домашний и заказ. Я пообщаться тебя позвала. Я пообщаться тебя позвала. Ты меня раздеть хотел. Какая разница? Да, мамаша. Все, все, короче. Да, подожди. Куда ты пошел? Я не с... Ну, смысл. Не, вы не имеете права... Мамаша, слушай. Я здесь оснащил. Мамаша, мамаша, все, 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 все. Все, давай. Все, давай. Как тебя продали? Все, давай, давай. Там такая мама, чтобы надо... Я ждала. она тогда она сама ставится и что не боишься не боишься лучше сиди молчи может быть что-то тебе и поможет я слушаю я тебя мама это наша маленькая девочка у нее диктофон и мы это снимали ты пришел сюда что с алкоголем брал ее силой подымал руку на нашу женщину и думаешь просто бежим типы все что ты здесь делаешь дядя она пригласила в смысле пригласила кости зачем его брал силой 6 позволяет вообще ты ее силы взял что мужики что мужики как ты мог силу взять и девочку рассказывать ребята вы видели это все происходящее да он реально брал силы нашу девочку кстати может подойти сюда он же по факту вас отборивал вообще я у меня толкал мне тоже наверно земляки поставали то есть по факту ну он реально он был агрессивный же конечно вообще не мог не имел права ко мне прикасался конечно вот смотри женщина говорит что даже хочу поговорить и ты с этой женщиной разговаривал думаю что тебе надо поговорить потому что по-другому он не понимает что за ерунда во мы можем говорить по-другому ты сейчас это понял да мы хотим с тобой сейчас просто пообщаться и у меня главная цель вообще выяснить что ты здесь делаешь вот ты пришел к маленькой девочке твоя цель пообщаться да мы видели как ты общаться точно разговор не продолжаешь ты да то есть смотри мы же видели что ты не собрался не просто пообщаться мы это видели то есть ты был тут потом ты был на ней потом она была на тебе и все это что делала усугублялась даже когда мать зашла это тебе ничего не ёпнуло в голове ты дальше прошел как танк знаешь типа все иди сюда я пошел домой и ты бы ушел просто ушел бы и все это не не было бы вот почему ты здесь мне она понравилась если пообщаться ты уберешь силой и у тебя в голове не ёкает что ей 15 лет и она говорит стой хватит ну ты что-то скажешь если ты будешь молчать мы ждем мы реально шутки тут шутим или что и маски шоу у нас здесь какой-то или что честно извините я так не хотел я обещал чтобы больше не позориться как-то он мне кажется плохо понимает я понимаю очень честно я так уже все порвало то мы мужики ну куда порвало то вы мне куртку порвали но я честно моя единственная куртка тебе куртку жалко бля я извиняюсь перед девочкой честно я не хочу что-то а перед ее матерью которая зашла извините меня братцы извините пожалуйста ха 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 мужики у меня такого раньше никогда не было а кто ж тебе поверит что у тебя в жизни такого и самое главное как поймешь что когда мы тебя отпустим то не будет другой какой-то девочка которая также будет кричать остановись пожалуйста но не будет таких ребят как мы вот их не будет вот просто такие толстые стены и даже соседей не услышал вот как там действовать кинул посмотрите мне плохо уже я вам клянусь не хочу было хорошо да нет это ужасно я не хочу это будет лучше то есть ты сейчас можешь нам дать гарантии того что больше такого не будет ему клеймо на лоб надо поставить чтобы все знают реально я вам клянусь мужики это больше никогда вот скажи вот нам самое главное знаешь этот момент не важно 15 лет 19 просто силой брать женщину это просто ну типа я не понимаю как это можно сделать этого раньше никогда не было просто я не понимал я так понял ты пришел свинишком да тут может подольешь она сейчас немножко расслабиться как-то бам-бам-бам все пошло не по плану но ты пошел дальше да я просто меня это разозлил а что делать я это брал с какой-то силой нет ну посмотрите его карман может у него карманы ну блин знаешь как-то не верится честно говоря с трудом но объективно говоря даже не знаю что мы уже силой как вам силой нужно все куда-либо донести да ты нам реально дает гарантия больше не пони да 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 все давайте а выкнули рук но это жесть обосновили вот просто мы там находились мы не могли все это поверить то есть вот он он как вот реально вот мало того что тебя он допустить заломал и кинуть сюда его не останавливало не то что и 15 лет ничего и тут заходите вы и все равно и все равно это же вы столкал да и так далее конечно это ну я реально я даже не понимаю как это юра вот в плане молодец ну как-то в моменте знаете вот как ковра немножко выключилась он как будто ему все объяснил как нужно и видно в том немножко там куртка у него дашь ты как-то видимо это не мы понятно нет это не мы это он сам как-то там шел как-то случайно произошло орваном пришел да но самое главное что мне кажется что этот случай отразится у него голове и в дальнейшем он прежде чем что-то будет такое делать он уже будет думать и понимать что можем прийти мы или другие люди которые не останутся в стороне такой ситуации пожалуйста пишите ваши комментарии что нам делать в этой ситуации опять же ритм у нас совершеннолетняя ритм сколько тебе лет? 22 ей 22 года если бы мы вызвали полицию по факту мы бы даже ничего не доказали потому что объективно самого акта мы не допускаем девочка совершеннолетняя мы его сами грубо говоря удерживаем здесь и тут в плане правоохранительной системы увы бессильна так что вот почему мы его отпустили пишите ваши комментарии что нам делать и дальше больше кстати вот мне кажется за ину васильевну как минимум да нужно поставить лайк однозначно как минимум да и написать какой-то какой-то комментарий даже голос сел да в общем ребята спасибо вам ставьте лайки спасибо вам за просмотр! 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 спасибо вам за просмотр!